Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. На 1 апреля в Одессе было несколько шуток. И две из них реально не смешные. Я говорю и упропавший фрагмент карниза. Слава Богу, все живы. И про шторм. Здесь не досчитались нескольких пляжей. Об этом будем говорить прямо сейчас. У нас в гостях депутат Одесского городского совета Александр Орлов. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начнем разговор, напомню нашим телезрителям. У нас открыты линии для голосования. Ваше мнение сегодня узнаем по следующему вопросу. Смытые пляжи. Кто виноват? Три варианта ответов. Природа, люди, власть. Ну и давайте начнем с сюжета, который подготовили наши корреспонденты. Побывав как раз на этих пляжах, прошу вывести материал Дарья Сметанко. Ушли под воду. Треть Одесского берега размыла штормом. Речь идет о пляжах на 11, 12, 13, 14, 15 и 16 станциях Большого фонтана. Чуть меньше пострадал дельфин. Волны добрались до бетонных укреплений. В некоторых местах вода подняла и плитку. Этот год просто радикально изменил пляжи. Тут же загорать уже нельзя. Посмотрите, тут же не получится лежать на камнях. А так раз в два-три уменьшились пляжи все по ширине. Были широкие нормальные пляжи. Специалисты говорят, берег уходит в море уже не первый год из-за запущенности инженерных сооружений, траверсов и бун. Общее состояние, техническое состояние берега инженерных вот этих защитных сооружений крайне в плачевном состоянии. Именно из-за этого результат размытия песка. Необходимо полностью провести ревизию всех инженерных сооружений, где необходимо их подремонтировать, где необходимо восстановить и только тогда уже заниматься разработкой проектов по намытию песка. Александр, это, к сожалению, результат накопительного проявления безответственного отношения городских властей к этому наследию, которое досталось Украине. Ведь это же такой серьезный ресурс по добыванию денег. Я говорю о туризме. Теперь мы потеряли этот ресурс. Я не думаю, что мы потеряли этот ресурс. Другой вопрос, что вы правильно говорите о том, что любое сооружение, гидротехническое или негидротехническое, требует за собой ухода и обслуживания. Слава Богу, что опять же из советского противного наследия мы получили эти берегово-укрепительные сооружения. Я хочу сказать, что в принципе в Одессе уникальные. Таких вторых нет. Говорят, что их стоимость приближалась к нынешней цене 3 миллиарда долларов. Ну, я сейчас не хочу оценивать. Может быть, но тогда страна работала на намытие вот этих пляжей. Я еще был, так сказать, учился в школе, был свидетелем, как они намывались и как делались эти берегово-укрепительные сооружения. Это действительно уникальный инженерный проект. Не все было реализовано так, как надо. И то, что вы в своем сюжете показали, это тенденция вымывания с севера на юг, так как у нас течения в Одесском заливе идут с севера на юг. Поэтому вымываются в первую очередь пляжи, которые находятся на южной стороне, ближе к банке. Откуда у нас песчаная банка под Белгород-Днестровском? Выносят песок туда. Она растет, кстати. Это вторая проблема. Да, это вторая проблема. Поэтому, в принципе, были разработаны специалистами-гидрологами и специалистами, которые занимаются в области гидротехнических сооружений, предложения по реконструкции некоторых траверсов, реконструкции некоторых берегозащитных укреплений, для того, чтобы они естественным образом задерживали этот песок. Ну, я хочу напомнить, что долгое время в Одессе, как ни критиковали, был такой один проект, который и ваш сайт критиковал в основном, и каждую весну намывали пляжи, в том числе предприниматели, которые их использовали, они пополняли их за счет… Сейчас уже намывать нечего, пляжи не остается. Дело в том, что ежегодное пополнение пляжей песком, ну, только не завозом их с каким-то автотранспортом, а пополнение их с той зоны, которая находится между урезом воды и волнорезом, специальное устройство, которое их намывает. Ну, и сейчас, наверное, настало то время, когда, я еще раз повторюсь, были предложения по… Ведь пляж не только надо намыть, его надо удержать. Абсолютно верно. Сейчас мы видим, что вода уже подошла к подпорным стенам. Поэтому вот некоторые траверсы, которые мы видим, были предложения их реконструировать таким образом, вот именно в тех местах, где пляжи именно размывают очень сильно, для того, чтобы они в случае намытия, они удерживали этот песок. Потому что даже наличие песка, он сезонный, то есть он к лету больше восстанавливается, а зимой он уходит. То есть он таким языком, говоря, мигрирует. Может, я не совсем правильно выразился, но тем не менее, такая проблема есть. Поэтому, как любое гидротехническое сооружение, оно требует, я согласен, обслуживания и требует вложений для того, чтобы… Александр, даже по картинке, которую мы видим с вами за нашими спинами, мы видим, как вода полностью подошла к подпорной стене. Что дальше? Она смоет набережную, а дальше пойдет вверх, будет как в Черноморске. Вы в Черноморске сегодня уже писали о том, что следующая улица сползает, набережная. Ну, я вам скажу так, что вот в Черноморке, если мы говорили о том, там существует проект реконструкции всей этой прибрежной части, оборудование этой пляжи. Этот проект уже лежит пятый год, и он до сих пор не реализован. Поэтому, скорее всего, что у нас есть проектное решение, предпроектное предложение для того, чтобы решить эту проблему. Это дорогостоящее, это действительно дорогостоящее… Ну, ведь в городе есть деньги. Да, в городе… Я с вами согласен, я с вами не спорю. Вы сейчас можете, как сказали, сванговать, можете спрогнозировать, как отреагирует городская голова, ведь это, скажем так, его прямая обязанность создать тот туристический климат, к которому потянутся туристы и, следовательно, деньги. Приземляться они будут на наших пляжах. Более по его словам, 1 апреля стартовал высокий сезон в Одессе. Как он отреагирует сейчас? Ведь это вызов реально. Ну, я думаю, что жизнь, вот в том сюжете, который показали, реагировать надо и реагировать немедленно. Поэтому я думаю, что городской голова, у нас 25 апреля сессия городского совета, я думаю, что в том числе и эти вопросы зададим городскому голове о том, какие меры исполнительная власть будет предпринимать вот по… Почему на аппаратном совещании даже в этот понедельник вопрос этот поднять не был? Ведь это произошло как раз 1 апреля, когда был шторм. Я не провожу аппаратное совещание. Но вы как депутат можете на нем присутствовать и задать вопрос? Я, честно говоря, ни на одном аппаратном совещании не присутствую по вполне определенной причине. Ну, я когда-то сам был чиновником и приходить на совещания, которые являются узким таким… У нас сейчас аппаратное совещание превратилось в какое-то родное шоу. Я противник это. Я думаю, что у нас есть много способов, в том числе и у меня, донести до городского головы проблему, которую мы затронули сегодня. Какие способы вы будете использовать и что это за способ? Личное обращение и запрос депутатский, который направлен в управление инженерной защитой. Ну, ведь это бумажная волокита. Это будет длиться какое-то время. Вам опять скажут, что в течение 14 рабочих дней мы обязательно вам ответим. Будет написано, что создадим рабочую группу. Два месяца будут создавать рабочую группу. А там сезон. Кто же в сезон будет что-то делать на пляже? А в сезон уже ничего не сделаешь. Абсолютно верно. Да. Я бы вам, ну, обманывал бы вас и телезрителей сказать, что мы вот сейчас вот так вот решим эту проблему. То есть это уже факт свершившийся. И надо говорить не об этом сезоне, который будет, а готовиться уже к следующему. Потому что за то время, которое осталось до... Александр, у нас так все время происходит. В начале прошлого сезона, когда были настилы на песке, говорили, ну, сейчас уже сезон, сейчас не время заниматься незаконными настилами. Давайте займемся им перед следующим сезоном. Я вам больше скажу. У нас есть правила эксплуатации пляжей, которые в план регуляторных актов, правила эксплуатации пляжей, вносятся каждый год. То есть они должны были быть приняты еще три года тому назад. И до сих пор, несмотря на обращение, то, что... Вот вы говорите, мы их коллег на аппаратных совещаниях, наши обращения на сессии, они до сих пор, правила эксплуатации пляжей не введены в действие и даже не разработаны. Насколько я помню, там проводились какие-то общественные слушания, были какие-то вопросы, и не пришли к консенсусу. Ну, были какие-то вопросы, мы говорим о продукте, который... У нас общественное слушание по детальному плану территории, которое надо пропихнуть, проводится очень быстро. А такой жизненно важный... С голоса продаются объекты, назначаются цены за сотку на французском бульваре. Александр, вопрос все-таки, давайте вернемся к нему. В настоящий момент, скажем так, если уже говорить о какой-то политике, о каком-то социальном срезе, то у городского головы, в общем-то, позиции достаточно шаткие. А, скажем так, второй срок, на который целится, ну, каждый успешный городской голова... Уже почти третий. Да, уже почти третий. Почти всего полтора года. Да-да-да. На носу будем так говорить. За этим мы видим несколько скандалов, и мы сейчас видим вызовы, которые приходят к нему. Это обвалившиеся фасады, это потерпевший фиаско, скажем так, по плану входа в третический сезон. Мы потеряли пляж. Что он сейчас будет делать? Вот вы же были чиновником, вы знаете, как работает городской совет, вы чаще видите мэра, можете объяснить в некоторых случаях его поведение. Как он отреагирует? И как мы отреагировали на мэр вы? Я могу сказать, скорее всего, эту точку зрения неоднократно, и даже в своей практике, когда предлагались некоторые проекты, ну, когда я был заместителем, и в том числе, это болезнь не только нынешнего городского головы, но и предыдущих, в том, что, понимаете, часто мы делаем такие вещи, которые можно увидеть. Ну, дорожки. Мы хотели, кстати, это увидеть. К нам присоединился Юрий Гераченко по телефону. Эколог. Эколог, простите. Юрий, добрый вечер. Алло, да. Юрий, спасибо за то, что присоединились к нашей беседе. Сегодня обсуждаем потерю, фактически, некоторых пляжей на побережье города Одессы. Скажите, можно ли, как и колы, скажите, можно ли сейчас подогнать срочно штук 10 барж и засыпать, чтобы этот песок в море разгрести его тракторами, я не знаю, чтобы не потерять пляжи на сезон? Вы имеете в виду то, что море смыло? Да. Абсолютно верно. Алло. Да, ладно. Мы говорим про шторм, который был в Одессе 1 апреля и, по сути, с 11 до 16 фонтана очень серьезно пострадали пляжи. Я вам скажу так. Шторм, он не уносит куда-то далеко. Он его переместил. Надо разобраться, куда он переместил. Скорее всего, он переместил на несколько метров вперед. Он его может выкинуть и назад. А вообще, к этому вопросу надо подходить куда более серьезно. Потому что у нас их защитой давно бросили заниматься. Вот Игорь Петрович Зелинский в свое время занимался конкретно. И государство выделяло тогда деньги. Что касается подсыпки песка, конечно, можно баржами засыпать. Но надо четко понимать, какой песок засыпать. А не так, как поступили в прошлый раз в мелкой фракции. И все живое там вообще загубили. И все стало гнить под этим. Поэтому, действительно, экологический вопрос. Надо не забывать. Все это нужно делать, но разумно. И все это нужно делать обязательно с каким-то хоть маленьким проектом и просчетом. Юрий, в некоторых местах вода подошла вплотную к подпорным стенам. Что дальше? Ну, она отойдет. Сейчас дело в том, что уровень моря поднялся из-за паводков. Везде идут сейчас паводки. Поэтому надо успокоиться и подождать хотя бы пару недель. Познать, что будет. Это первое. Второе. Безусловно, уровень моря в целом, в океане, в целом поднимается. И у нас на море немножко поднимается. Поэтому, нужно разрабатывать программу по защите и такие вещи предусматривать заранее. И такой городской программы я пока что не вижу, хотя она должна быть. Переуслышали вас. Благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу в нашей студии. Эколог Юрий Герасченко был у нас на телефонной связи. Александр, что сегодня депутатский корпус может сделать? Депутатский корпус может внести изменения в программу инженерной защиты побережья. Она существует? Она существует. Потому что ее никто не видит. Можно, опять же, внести, вот я поддерживаю специалиста, просто приехать насыпать песок это ничего не даст. То есть, необходимо разработать, как бы это ни звучало, так, канцелярщина, комплекс мир проекта. То есть, надо даже сыпать песок, надо знать, какой песок. Почему не разрабатывается этот комплекс мер? Объясните мне. Мы хотим дождаться, чтобы как в Черноморске сползали улицы. Нет, я начал отвечать на этот вопрос. Иногда, иногда легче для, будем так говорить, электората сделать дорожку вдоль трассы здоровья, чем ремонтировать инженерно-технические сооружения, которые находятся... Так и дорожку не делают вдоль трассы здоровья. Можно я закончу? Которые находятся под землей. То есть, их не видно. Ни штольни, ни выходы грунтовых вод, которые выбрасываются у нас, отводятся от берегозащитных сооружений, ни ремонт траверсов и так далее. Это не видно, понимаете? Поэтому немножко надо переключиться вот сознание чиновников на то, чтобы заниматься не только вещами, которые можно увидеть завтра, а которые находятся у нас под землей. Мне кажется, что как раз работа депутатов это делает? Мы доверили вам наши голоса. Я хочу уверить, что касается меня, было не одно предложение по вот этим проблемам наших берегозащитных сооружений. К сожалению, голоса нашего оппозиционного блока не хватает для того, чтобы продавить это решение. Но мы не будем оставлять своих усилий для того, чтобы с помощью коллег из других фракций все-таки этот вопрос был реализован. Услышали вас. Благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Александр Орлов, депутат детского городского совета был нашим гостем. Уходим на короткую рекламу, после вернемся в студию и продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова